Военно-спортивная игра Эрна Сразу после завершения игры посольство Российской Федерации выпустило сообщение, в котором обвинила Эстонию в героизации нацизма, назвав военно-спортивную игру «Шабашем», поддерживаемым Минобороны Эстонии, ополчением Кайцелит, Эстонским Красным Крестом, а также фирмой Ниссан. В разусланном пресс-сообщении говорится, что устраивая подобные сходки, властные структуры Эстонии фактически занимаются гитлер-югендизацией подрастающего поколения, романтизируют в глазах молодежи фашистских палачей и конкретных исполнителей нацистских преступлений. Также в подтверждение этого обвинения были приведены традиционные слеты бывших легионеров дивизии «Вафен-СС». Мы традиционно осуждаем подобные мероприятия, подаваемые подобным нацистским, откровенно, соусом. Мы считаем, что играть можно в любые игры, в зорницу, в казаков-разбойников, во что угодно, но не в фашизм. Все-таки в год 70-летия освобождения Эстонии от фашистских захватчиков, когда впереди у нас две значимые даты освобождения Тарту, 25 августа, освобождения Таллина, 22 сентября, вести о подобных нацистских мероприятиях для нас особо возмутительно. МИД Эстонии выпустил сегодня ответное сообщение, в котором называют ложью утверждение посольства Российской Федерации и считает, что таким образом оно сеет вражду к Эстонии. Посольство России в Эстонии своим заявлением сеет ложь и вражду, особенно предосудительно то, что для этого выбрано одно из наиболее трагических событий в истории – Вторая мировая война, отмечает МИД Эстонии, особо подчеркнув, что страна осуждала и осуждает репрессивные режимы и любые преступления против человечности. Хотели бы также отметить наше удивление и даже возмущение реакции МИДа Эстонии, который призвал нас чтить память павших во Второй мировой войне. Считаем, что подобные призывы нам не нужны. Более того, надеемся, что во время памятных мероприятий, посвященных датам освобождения Эстонии, нам совместно с официальными лицами Эстонии, эстонских властей, удастся совместно почтить память павших, вспомнить тех, кто отдал свои жизни за освобождение Эстонии от фашистских захватчиков. По всей видимости, информационная война разгорается и, по мнению политологов, в скором времени должны последовать очередные заявления от МИД Эстонии в связи со скандальным заявлением заместителя председателя Российской Думы Владимира Жириновского о том, что Прибалтика и Польша будут смятены с лица земли. Очевидно, что события на Украине серьезно обостряют геополитическую ситуацию в целом и, в частности, настроение отдельно взятых политиков.